Букет из лучших номеров для женщин Волгодонска подарили накануне творческие коллективы города. Во Дворце культуры имени Курчатова в преддверии 8 марта состоялся предпраздничный концерт. Бал цветов, так организаторы назвали художественное действие. Для милых дам свои музыкальные подарки преподнесли не только городские ансамбли и вокальные группы, но и представители депутатского корпуса. На сцене весна. И она, как олицетворение красоты и женственности, дарит гостям вечера целый букет творческих номеров. Бал цветов. Именно в такой форме было решено в этом году провести праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Цветочная тематика прослеживалась как в вокальных, так и в танцевальных номерах. Среди зрителей подавляющее большинство дамы. Пригласительные распространяли среди представительниц из разных сфер жизни города. Медицина, ЖКХ, образование, а также и по микрорайонам. Со сцены звучат поздравления от первых лиц города. Порой самые видные мужи Волгодонска даже не находят слов. Многие поэты, художники, композиторы хотели в своих творениях раскрыть вашу сущность, ваше значение, что вы значите в жизни, наверное, в первую очередь мужчин. И, наверное, никому, даже самому талантливому, не удалось полностью раскрыть вас, показать вас, что вы значите. И, наверное, это трудно, никто этого не сможет сделать. Депутат 7-го избирательного округа Алексей Брежнев свой подарок для женщин Волгодонска преподнес в одной из самых искренних форм, а именно посредством своего голоса. Алексей Брежнев исполнил песню Пахмутовой и Добронравова, известную всем в исполнении Муслима Магомаева «Ты моя мелодия». Субтитры создавал DimaTorzok Баритон народного избранника, зазвучавший на сцене ДК Курчатова, это подарок не только жене и гостям бала цветов. Алексей Брежнев не скрывает, что без помощи, которую оказывают женщины, в работе депутата просто не обойтись. Я, честно говоря, не знаю, как бы я без своих многочисленных помощниц справлялся со своей депутатской работой, потому что без них это просто невозможно. Это весь наш актив. Конечно, есть и мужчины, но главенствующая роль, конечно, в наших женщинах. И мы всегда прислушиваемся к их мнению и делаем в основном так, как они хотят. Ну, я думаю, это предназначение любого мужчины. Посещение бала цветов стало для женской аудитории настоящим подарком. Подобная концертная программа проводилась впервые. В следующем году, учитывая женское непостоянство, организаторы наверняка постараются удивить прекрасный пол новыми идеями и постановками. Виталий Никулин, Иван Иванков, Новости ВТВ.